Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим из ангара Объект 268. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хотел обратиться к каждому из вас, как обычно, особенно к тем, кто смотрит мои видео, но не подписан на канал. Оформите, пожалуйста, подписочку, я вам буду очень сильно благодарен. Вы за эту подписку абсолютно ничего не платите и ничего при этом не теряете. Я же приобретаю возможность продвигать свой канал и дальше снимать видео, которое, надеюсь, является для вас полезными, периодически фановыми. Ну, в общем, каждому на любителя. Итак, ребят, Объект 268. Что это такое? Это ПТ-шка 10 уровня, ветки Советского Союза. Я думаю, что все знают о ее существовании, особо расхваливать и долго рассказывать о ней не стоит. Машинка находится в игре, ну, с незапамятных времен, сколько я себя помню, более 7 лет в игре. Столько эта машинка в ангаре, в принципе, ну, я имею в виду, в ветке всегда находилась, ну и, в принципе, практически 6 лет находится у меня уже в ангаре. Что касается технических характеристик, сейчас все по факту заценим непосредственно в бою. Посмотрим, как обычно, на самое интересующее. Меня, допустим, в танчике это возможность бить врага. Ну, а бить мы будем вот таким вот дрыном, торчащим из монолита, который не имеет поворачивающейся башенки, ну или там рубки, кто как называет. Средний урон составляет 670 единиц, что, в принципе, неплохо при 303 единицах бронепробиваемости. 303 единицы в целом в игре хватает за глаза. Да, безусловно, там с той же Е100, столкнувшись где-нибудь морда к морде, вы будете выцеливать ее исключительно в нижний бронелист. Ну, а других в другие какие-то мягкие места. В крайнем случае, если вам не хватает вашей бронепробиваемости, соответственно, берете себе кумулятивный на 380, да, нанесете на сотку меньше плюс-минус, но зато точно пробьете врага 380. Мне почему-то кажется, что плюс-минус будет хватать за глаза. Что же касается урона в минуту. 2750 единиц это неплохая цифра для десятки, для ПТшки, но, ребят, не с перезарядкой в 14,6 секунды. Все-таки перезарядка очень долговатая, и, как я помню по своим ощущениям, машинку я выкатывал из ангара давно, наверное, месяца 3 назад, возможно, последний раз на одном из стримов. Но, в целом, я не катаю ее довольно часто. Она просто у меня стоит, и жалко с ней расставаться, не хочу ее продавать. Время перезарядки мне, по ощущениям, кажется таким, ну, довольно долговатым. Знаете, вот как на бабахе, пока сведешься там, и то мне-то как-то на бабахе даже приятнее играется. Явно похуже, чем у гриля, и, честно говоря, время перезарядки похуже, чем у гриля, при том, что всего лишь на 70, по-моему, единиц выше, чем у нашего грильщика. Но, в целом, Объект 268, насколько он живуч и могет по состоянию на сегодняшний день в современном рандоме, с учетом всех ребалансов и добавленных танков, посмотрим сейчас, закатившись в бой. А вот теперь уже и погнали. Итак, ребятки, первое, что мы с вами заценим, это мы заценим с вами динамику движения данного танка. В принципе, как для ПТшки, я не могу сказать, что эта ПТшка медлительная, ну и такая прям страдальческая в передвижении. Своих 45 км в час, а может даже чутка больше, по вот такой вот местности машинка выдает, и это очень приятно. Что же касается поворотливости. Крайне поворотливая машинка, ей очень просто поворачивать там вот, разворачиваться на месте. В принципе, догонять какую-нибудь уходящую СТшку, ЛТшку у вас довольно часто будет получаться на какой-нибудь открытой местности. Что касается времени сведения. Ну вот, мы поездили, поездили, сейчас попытаемся там выставиться и начать сводиться. В целом, я бы сказал, что по ощущениям долговато. Сейчас выкатимся на К91, возможно. Ну вот, долговатое сведение. Уже, честно говоря, враг два раза успел выехать, заехать. То есть, ну, вот все вот это вот поделать, а мы еще сводимся. То есть, в принципе, выцеливать, ну, мне, честно говоря, крайне дискомфортно на этой ПТшке. Кто не согласен, вообще, с чем бы вы были не согласны, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Для меня это очень важно. Во-первых, это альтернативное мнение. Во-вторых, вы поможете таким образом принимать решения и заценивать машинки другим ребятам, которые смотрят мои видео. Ну вот, возвращаясь к сведению, просто вечность какая-то такая блевотная, извините. Ну, как бы, не знаю, мне не нравится. Что касается мансит танковать. Ну, как видите, пробивают, сейчас выцеливают внизы, потом в нашу дохлую тушу мы посмотрим. Я уверен, что я сольюсь в этом бою в ангар. Ну, вот и все, в принципе. Итак, смотрим на нашу тушу. Что наша туша собой представляет? Пробили нас и рядом с маской орудия, и вот сюда вот в бачок, и вот сюда вот в верхний бронелист нам залетело. Нижний бронелист я не вижу, честно говоря, как-то так отсвечивает. По-моему, пробития, может быть, и нет, но не имеет значения. Факт в том, что, ну, бьют довольно неплохо и довольно неприятно. Ну, понятное дело, что то, что залетает к нам где-то, допустим, там в корму, то-то уже и разговоров абсолютно никаких нет. Сейчас досмотрим этот бой, однозначно закатимся на еще одну каточку, потому что по данной катке, ну, что-то сказать сложновато прям с лету. Будет, ну, по крайней мере, честно и объективно. Да и сама карта мне, честно говоря, как для ПТ абсолютно не нравится. Ну, по крайней мере, мне никогда она не подходила. Это все-таки карта больше для ТТшек. Ну, не знаю, мое субъективное мнение, если не согласны, опять-таки напишите об этом в комментариях. И хотелось бы отметить еще некоторые моменты. Углы сведения вниз, они на этой карте показали себя, ну, крайне хреновыми. Уж простите меня за высказывание, по-другому я их назвать не могу. Потому что вот эти вот все холмы, вроде бы они и небольшие, но, честно говоря, где-то кого-то выцелить там, допустим, наверх, когда здесь СТшка вылазила. Я понял, что я не смогу туда нормально выцелиться. Выцеливаться вниз тоже нормально не получается, приходится как-то ехать на врага. Итак, мы сделали всего до ничего 1400 единиц урона. Как я уже говорил, я это связываю с недостатками орудия в виде углов вертикальной наводки, а именно вверх-вниз, в частности, вниз. Что касается нашего места в команде, ну, как бы фиг да нифига. Почему фиг да нифига? Я бы нанес, возможно, несколько там шотов дополнительных, но время перезарядки и особенно время сведения орудия, они оставляют желать лучшего. Закатываемся в следующий бой, посмотрим, может получится чутка получше. Я в прошлом бою немножко оговорился. Вот эта вот точка, оказывается, это не было пробитие, это исключительно прорисовано на самом танке, но в любом случае в мордочку нас прошивали, и прошивали, в принципе, неплохо. Так, ТТшки. Один в любом случае едет с нами, я надеюсь, что и второй тоже. Сейчас попробуем что-то немножко отыграть на этой карте. Но всё же, всё же, я бы... Ну нет, наверное, всё-таки давайте отыграем, а потом уже вернёмся к субъективному мнению и оценке данной ПТшки. Что она может, чего она не может. Ну и как-то чутка подсуммируем. Сейчас попытаюсь немножко меньше разговаривать. Плюс-минус всё, что можно было сказать о танчике, я сказал. А остальное вы сейчас просто посмотрите сами. Так, ну без ускорения перезарядки однозначно ничего не будет. Не получится, потому что с такой перезарядкой мы просто не сможем вообще ничего. Ну, Тайпик, давай. Или не хочется получить в бачок. Очень хорошо, не пробитие. Ну, вот перезарядку бы чутко побольше. Ну вот прям не хватает мне её, ну прям вот совсем. Дело в том, что сейчас все вот новые танчики, которые попоявлялись в игре, они имеют существенно выше уровень скорости перезарядки, чем мы. Ну и вот получается враги уже 40 раз перезарядились. Проджетка дозарядилась. Наша, я имею в виду. Ну а мы всё ещё стоим на перезарядке. Всё-таки, честно говоря, как для альфы в 670 единиц среднего урона, перезарядка всё же великовата. Я не знаю, может это просто мои какие-то там ощущения или моя там рукопопость, назовём её там уже своими именами. Но мне почему-то кажется, что машинка на сегодняшний день в отношении вот вопросов скорости сведения и скорости перезарядки всё же морально устарела. И морально устарела она довольно неплохо. Потому что если раньше на этой машинке можно было довольно неплохо выкатываться, там наносить кому-то и, в принципе, наравне с ними перезаряжаться, то на данный момент эта машинка уже, в принципе, ну, как бы такого не могёт. Наносить по 600-700 урона, безусловно, крайне приятно. С этим, честно говоря, не поспоришь. Всё-таки получаешь удовольствие, когда ты выкатываешь и заносишь там 700-700 с копейками урона во врага, это крайне приятно. Неоднозначное, честно говоря, ощущение данного боя, потому что вроде бы мы сейчас и отыгрываем неплохо, вроде бы хотелось бы, чтобы она немножко получше себя показывала. Ну вот опять-таки и время перезарядки и сведения не дало нам добрать бабаху, а так мы имели 3 фрага в своей копилочке. Итак, в данном бою у нас получилась победа. Победа, я бы не сказал, что это мы затащили бой, я бы сказал, что очень хорошо сыграла команда, за что ребятам огромное спасибо. За такой вот бой, который я не считаю там супер-пупер успешным, 3 851 урона, 2 фрага. Серебро не смотрим, это все-таки не прем, особо фармить не должен. Ну а по результатам боя заняли свое почетное третье место по урону. То есть, в принципе, ребят, отыграли мы неплохо, хотя бой мы не тащили. Возвращаемся к нам в ангар, смотрим внимательно данную машинку и пробуем сформулировать свое субъективное мнение. Мое субъективное мнение следующее. Машинка подвижная. Машинка на сегодняшний день немножечко все-таки отстала от современного рандома по возможностям исключительно своего орудия. Но при этом всем, если машинка находится в руках игрока, который любит ПТ-шить и команда ему будет позволять этим заниматься, то есть быть тем, кем он должен быть в бою, а именно танком поддержки, а не танком прорыва, соответственно, на этой ПТ-шке можно неплохо колбасить урон, получать удовольствие от игры и хорошо отыгрывать, делая по два, по три фрага, ну, в принципе, как вы видели в последнем бою. Если же у вас команда работает не совсем слаженно и у вас нет возможности отыгрывать на заднем фоне, на третьей линии в виде танка поддержки, безусловно, результативность вашего боя будет существенно ниже. Итак, кому стоит качать эту ПТ-шку? Эту ПТ-шку стоит качать и играть эту ПТ-шку тем, кто начинает играть в танки и хочет получить довольно неплохую уронную ПТ, на которой можно делать боевые задачи ежедневные и еженедельные, и особенно для тех, кто не хочет сильно напрягаться с прокачкой ветки. Для меня выкачивание объекта 263, оно стало более, ну, я бы не сказал неприятным, но просто вот эту качать 268-ю все-таки немножечко полегче. Вся вот эта вот веточка, начиная с СУ-100 в любом случае пройдете, а вот эти вот 152-я и СУ-152-я, 207-я, простите, 704-й объект, это все ПТ-шечки, которые играются плюс-минус нормально, то есть, ну, ровненько, хорошо и приятно. Здесь немножко посложнее. Поэтому, в принципе, ну, вот эта веточка неплохая для выкачивания, а танчик плюс-минус годный остается на сегодняшний день в рандоме, и второй наш бой это ярко нам показал, хотя мы и не особо крепко отыграли. Спасибо вам большое за просмотр, я буду рад вашим лайкам, рад вашим комментариям, особенно если вы имеете альтернативное мнение, пишите о нем, не стесняйтесь, по возможности отвечу всем. Ребят, на этом все, спасибо большое, всех благ, всего хорошего, подписывайтесь обязательно на канал, сделайте милость, а я буду стараться дальше радовать вас приятным контентом. Фантись, получайте удовольствие, всех благ, ну и, соответственно, мира вам. Субтитры сделал DimaTorzok